Добрый день, я Светлана Амельянс, автор сайта Испа Вязальня. Сегодня мы представляем наше новое изделие. Это подушка 8 марта. Саму подушку вы можете связать и на машине, и руками. Самое главное здесь декор. Именно о декоре большая часть нашего урока. Итак, прежде чем мы с вами будем вывязывать листики тюльпана, делается расчет петельной пробы. То есть я вяжу образец, зная сколько в этой ткани петель и рядов, высчитываю, сколько у меня петелек и рядочков в одном сантиметре. То есть количество петель, которые у меня провязаны, делю на количество полученных сантиметров. Узнаю, сколько у меня петель в одном сантиметре. То же самое делаю с рядами. После того, как я выяснила, сколько у меня петелек и рядочков в одном сантиметре, я смотрю на мой тюльпан. Листик, лепесточек тюльпана у нас по... по задумке 6 сантиметров в высоту 5 сантиметров в ширину по моему расчету получается 5 сантиметров в ширину это 12 петель то есть 12 игл и высоту 24 ряда я беру цветную ниточку и делаю набор лепесточку любым удобным мне способом я это буду делать обвитием обвиваю все 12 игл вы это делаете тем способом который знаете который вам наиболее удобен здесь это нет и не принципиально совершенно и просто вывязываю прямоугольник 24 ряда закрепку обязательно чтобы не раз не расползался край 1 2 3 4 все прямоугольник 5 ширину 6 длину закрываю удобным мне способом любым способом который мне нравится я буду закрывать косичкой самое главное не перетянуть верхний край край не должен быть затянуть иначе у меня ли листик лепесточек не ляжет красиво он будет тянут вместо того чтобы быть рельефным он будет стянут и делаю свободные петли вытягиваю их на одну длину все петли одной длины ориентируясь на соседнюю иголку тогда у меня все петли будут одна одной длины это очень важно чтобы не было некрасивых краев цветах цветы все лепестки должны быть абсолютно одинаковые по такому же способу вы делаете все лепесточки тюльпана обрезали лишние последняя петелька сделали лепесток тюльпана все 5 на 6 прямоугольничек таких нужно 6 штук на один цветочек для того чтобы связать листик тюльпана у нас другой расчет идет листик тюльпана у нас представляет из себя треугольник высокий мы не можем связать квадратик нашего не будем обрезать мы свяжем треугольник основание треугольника 3 сантиметра 3 перерасчете на мою петельную пробу у меня получается 9 петель 9 игл выставляю в переднее рабочее положение удобным мне способом набираю зеленой ниточкой потому что это все-таки листик 9 петель по моему расчету для того чтобы я провязала всю высоту листика ли мне нужно провязать 58 рядов делая убавки но убавки неравномерные я их не начинаю делать самого начала начинаю делать убавки ближе к концу то есть у меня 58 рядов первую убавку я буду делать на 30 ряду то есть сейчас я провязываю 30 рядов только после этого я делаю убавку первый ряд закрепляю кончик хвостик провязываю 30 рядов 2 и так далее до 30 провязала 30 рядов то есть первую убавку я делаю не в начале листика не у основания а ближе к середине где-то и убавку я делаю хитрую я беру многоигольный декер поскольку листик если я буду делать простые убавки будут иметь защипы и перекосы по краям мне это ни к чему лист должен быть красиво я делаю убавку декерную то есть я могу насаживать делать пересадку на средний листья на среднюю петельку могу просто сдвигать небольшой участок небольшое количество игл ближе к середине я буду все убавки делать на среднюю иглу то есть у меня 9 петель лист поэтому я беру четырехугольный декер то же самое надеваю я сделала убавку две петли у меня получилось 7 игл следующую убавку я буду делать через 13 рядов на сорок третьем ряду 43 делаю то же самое только декер беру уже трехугольный вот моя средняя игла буду пересаживать на нее можно делать простые убавки как вам нравится но вот такая выглядит просто интереснее поскольку это все-таки цветы они должны быть красиво со всех сторон хорошо видно если будут вот такие заломы на листике это не украсит ваши цветочки у меня уже пять игл следующая убавка будет на пятидесятом ряду 50 тоже самое на самом деле такие пересадки удобнее делать если язычок не с той стороны находится с этой так у меня осталось 8 рядочков которые я и провяжу на трех иголках 50 1 2 3 4 5 6 7 8 мне больше не нужна нитка я ее отрезаю и просто соседние петли пересаживаю на среднюю на одной игле я вязать естественно ничего не буду я просто закрываю делал такую острый кончик у меня получился совершенно замечательно очень аккуратный листик с ровными с ровными краешками то есть меня край ровный все убавки сделаны средней части листочка совершенно идеальный листик очень аккуратный вот таких надо смотрю сколько вы будете если на каждый тюльпан по 2 лепесточка смотрите сколько вы сделать у тюльпанов и листиков вам нужно главное брать зеленые и вязать таким вот способом и стебель тюльпана берем 3 иголочки можно брать 4 стебель будет толще но все зависит от того из каких ниток вы все таки вяжете 3 иглы и на них вяжем стебель первый ряд можете на самом деле провязать очень длинный жгут и порезать его на части когда будете формировать уже цветы можете вязать отдельно жгуты на каждый тюльпан и начали вязать провязываем 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 на самом деле вяжем гораздо больше я вам показываю просто кусочек вот такой вот мы связали тянем в разные стороны у нас получается совершенно ровный со всех сторон жгут вот этот вот жгут который у меня получается в итоге является замечательным совершенно является вот этот жгут которым получаем в итоге является стеблем тюльпана он достаточно жесткий хорошо держит форму его уложить можно в любом направлении решить вот так делается ножка тюльпана того как сняли связали машины она имеет вот такую вид который вообще невозможно с ним работать то есть в принципе это конечно возможно но на нем невозможно не рисовать не делать какие-то метки и поэтому я чуть-чуть припариваю припарить можно разными способами я могу отпарить натянув на шаблон а могу припарить так слегка чтобы не растягивать а только расправить вот эти волны которые здесь получились в результате того что на местах закрытия и открытия петель у нас всегда возникают такие заломы которые мы декоре используем для создания рулика вот так как нам сейчас рулик не нужен то мы просто разглаживаем япочку она превращается в квадратик сделать писать в этот прямоугольный в этот квадрат круг потому что подушка у нас будет если она была прямоугольная либо квадрата мы бы этого не делали но мы немножко делаем более сложный вариант и можно было конечно вырезать клуб так чтобы прямо на машине но это достаточно дольше дольше и поэтому мы пойдем по пути разметки для этого я вырезала круг подходящий сюда по диаметру и теперь остается только его вставить в эти габариты и приколоть буду не обводить обошью ниточкой цветной потому что может понадобиться как лицевая сторона так и изнаночная не хочу чтобы были видны ну потому что если потянуть то узел будет сразу же все морщить так если даже мы подтянем он выйдет из границ где был этого круга но я сделаю так чтобы этим пересекались этим линии пересеклись и тогда в принципе как бы будет неважно для начала для конец линии пересекутся и круг как бы замкнется сейчас я просто делаю отметку вокруг очень рыхло очень очень свободно чтобы не дай бог не стянуть эту линию просто прохожу по кругу и получился круг округ наделем она не тянет нигде расправляем чтобы он был свободен потому что нам понадобится чтобы было все очень свободненько все один кружок сделали теперь то же самое делаем с красным кругом красный круг у нас будет противоположной стороны него тоже надо сейчас разметить чтобы все уже было готово после того как на кругах сделана разметка и уже наметка четко ограничивает размер кружка нужно ее оставить в пяльце вот эту заготовку нужно ставить 5 но если мы будем вставлять 5 за обычным способом которым вставляется ткань то наш наш трикотаж очень сильно деформируется наш по-другому на него невозможно будет ничего нашить и выдержать линии горизонтальными и вертикальными трикотажа очень тяжело нужно специальные разметки тогда делать и четко все выравнивать там по линейке мерить очень тяжело поэтому я применяю при шитье на трикотаже даже здесь видно что вот при отпаривании линия ушла вот она ушла вот поэтому я применяю способ такой очень щадящий который заключается в том что мы используем дополнительное полотно меньше менее ценное скажем так по по свойствам то есть то что нам не нужно будет думать то что можно как бы и в принципе выбросить если там порвется или что-то с ним произойдет но я его использую для того чтобы как бы продлить размер этого этой трикотажной тряпочки и за вот эти вот это продолжение мы его как будем вставлять в пяльцы именно в принципе если бы у меня были пяльцы то можно было бы именно за вот эту ткань туда вставить и натянуть аналогично делаю с другой стороны и со всех четырех сторон сейчас закалываю делаю так чтобы видно было почти самый краешек чтобы молодец не у меня по по эскизу надо будет чтобы цветок подходил прямо к самым к самому краю я вот делаю чтобы самый самый краешек как бы перестали перекрываю на один сантиметр только чтобы пришить способ пришивания здесь очень простой я делаю ручной шов на через край и он хорошо держит потому что идет два прокола а потом он еще и не дает ткани деформироваться иголку беру любой толщины нитку беру любого цвета просто-просто начиная пришивать вот через край стараюсь прижимать пальцами к столу для того чтобы не произошло деформации то есть вот как потому меня приходит вот так вот оно должно пришиться не стягиваю прошиваю ровно так как есть просто аккуратно через край и так я прошиваю со всех четырех сторон для того чтобы бросовую ткань использовать для уже натяжения расправления трикотажа этот способ применяется в вышивках например китайской японской корейской вышивки там где нужно использовать очень дорогой шелк который используется на самой вышивки а паспарту либо там где у нас происходит крепление сама по самой вышивки кроме к основе деревянной раме она делается из ткани более дешевые первое а второе более плотный ту которую можно тянуть и именно за счет натяжения которой мы выравниваем уже саму картину вышитую на шелке потому что если тянуть за саму шелковую вышивку то от нее очень быстро ничего не останется до момента ее распяливания вот как на на раме она не доживет потому что шок например который используют в дорогостоящих плитных китайских вышивках он настолько тонкий что через него видно пространство то есть он может быть как туман если смотреть на него он такой тонкий что прозрачный как просто туман его в руках то держать страшно не то что использовать для натяжения на раму а вот такой способ он позволяет пришивать пришивается какое-то бросовое полотно хлопок или тот же самый шелк и за счет него за счет натяжение его причем натягивается на пяльца при вышивании не таким способом как мы привыкли на деревянные пяльца зажимается двумя перца сверху перца снизу у них вышивка немножко по-другому происходит китайском китайские мастерицы вышивают картины разного размера и иногда это бывают маленькие размером с круглого зеркальца диаметром там 15 сантиметров но иногда это бывают картины шириной метр-полтора метра вот как где такие пяльца взять чтобы можно было вышить и работать и поэтому там используют деревянные станки деревянные такие рамы на которые надевают вот эту шелковую картину но пришпиливают к самой раме лентами не гвоздями не каким-то способом не зажимают а делают проколы в ткани которая у нас бросовая и за счет натяжения этих ниточкой ниточек выравнивают горизонт и вертикаль у самой уже шелковые шелковые основы после того как а с двух краев мы зашили к основе пришили уже к основе бросовую ткань из которых будем держать нужно сделать недостающие две стороны но здесь уже происходит то что мы накладывая ткань будем заходить уже на ту часть которая у нас пошита ткань поэтому здесь прошиваем так как будто бы у нас вот это все является трикотажем то есть прошиваем от начала и до самого конца вот здесь прошиваем потому что еще хорошо бы вот здесь вот тоже прометать чтобы не повело ткань должна быть выровнена потому что иначе будет очень тяжело ее пришивать не в плане того что иголку тяжело будет стыкать а то что будет не выдержан горизонтально вертикальные составляющие и после этого когда рисунок будет отпущен уже снят спередь то ткань будет автоматически пытаться вернуться в то состояние которое для нее естественно то есть будет искать свои вертикали значит вот начинаем самого краешка и точно так же через край просто просто зашиваем после того как прямоугольник квадратик у зашит по всем сторонам по вот бросовый край нужно сделать основу на котором будем его пришивать ведь я использую не способ за 5 распяливания в пальцах а я придумала другой способ вот такой когда на книжке ножка у меня является основой которые я прикрепляю уже свою свою вышивку способ этот хорош тем что беру натягиваю способ хорош тем что я могу возить сколько угодно иголки по этой книжке книжки ничего не случится то есть если бы делать это на какой-то мягкой подложке то достаточно проблематично было бы потому что могли могла иголка втыкаться в основу ниже расположенную и случайно пришиться когда мы делаем на на жесткой вот на такой подложке то ничего этого не происходит натягиваю и прикалываю сильно тут можно не оставаться потому что все равно как только мы поднимем часть разойдется но теперь закрываем с последней стороны вот здесь уже важно подтянуть так чтобы нигде не не провисала расправляем чтобы нигде не провисала вот здесь линия ровная здесь линии ровные здесь линия ровная все что выровняли квадратик он у нас кружочек превратился такой прямоугольник вот на этом поле мы теперь работаем лепестки которые мы будем делать из вот этого трикотажа они связаны по приму то есть это прямоугольники которые очень просто вязать на машине очень просто вязать руками может быть руками можно сразу же связать с закруглениями и как бы это будет просто но когда вяжешь на машине то для того чтобы закругление сделать нужно сделать расчет и выдержать эту форму но самое противное в том что при вязании что на машине что руками происходит момент в том в том месте где происходит закрытие петель сбоку там возникает вот это некрасивая косичка и она будет портить внешний вид вот этого лепестка поэтому все равно придется каким-то образом выкручиваться подворачивать его и стараться избавиться от этого рубчика и поэтому мы делаем очень простой способ мы вяжем прямоугольное полотно делаем подгиб и формируем тот ту форму лепестка которая нам нужна будь то на изнанке будь то на лице без разницы вот я его этот рубчик подогнула сначала с боков теперь его подгибаю сверху и прошивая ниткой в тон пряжи у меня получается вот такое вот такой овальный лепесток сверху у тюльпанов очень разные по форме лепестки мы делаем такое усредненный тюльпан в котором самое важное что он должен быть объемом вот все остальное у тюльпана не важно поэтому вот один лепесточек сделали закрепляю ниточку перехожу к следующему мы будем делать с тремя лепестками потому что два будут боковыми а третий закрывать на самом деле у тюльпана 6 лепестков которые расположены в виде чашечки потом они закрываются и между ними еще лепестки которые герметизируют эту конструкцию такая интересная схема устроена устройство этого цветка ну вот я со вторым поступаю аналогичным образом точно также зашиваю делаю подгибчик прячу грубые грубые край внутрь и прошивая так как у меня нитки использованы в том пряжи абсолютно в том пряжи то этого здесь абсолютно не видно вот вот получился такой лепесточек вот используя три таких лепестка я сейчас начну уже пришивать их к подложке тюльпан будет находиться здесь вот они у меня все три по радиусу расположены и я пришиваю здесь вот у меня здесь я остановилась на нижней стороне я примерно на расстоянии палец от красного тюльпана просто через край приметываю просто вперед назад иголку пришиваю вот этот тюльпанчик но пришивая его не до самого конца примерно сантиметра до до конца не пришиваю вот он сантиметр здесь не пришла потому что мы его будем чуть-чуть под скосом заправлять и чтобы не делать лишнюю работу я его просто сейчас оставлю так как есть мы его потом подправим когда уже будем закрывать следующими лепестками второй лепесток мы пришиваем примерно расстояние пальца от этого так чтобы он у нас не выходил за пределы круга вот как у нас вот здесь мы примерно на расстоянии пальца пришиваем опять не доходя сантиметра до края до окончания я тоже останавливаюсь и опять закрепляю ниточку и теперь остается только третий лепесток просто прошиваю чтобы закрепить теперь третий лепесток третий лепесток верхний и он должен закрывать вот эти два лепестка которые у нас боковые но перед тем как их закрыть я их соединю вот здесь в вершин и вершинки потому что иначе очень тяжело будет с ними работать вот закрепляем ниточку и соединяю 22 лепесткам в одну точку то что у нас был подгиб он прячется внутрь а здесь получается . соединение двух лепесточков чтобы она у меня не болталась я прохожу вниз и пришиваю к подложке то есть сначала их соединяю между собой дохожу до подложки и в том месте где мне это кажется уже достаточным я пришиваю к подложке на самом деле с той стороны должен идти еще один лепесток еще не один лепесток но мы делаем все-таки упрощенную такую формулу поэтому вот я пришиваюсь уже и сильно не будем заморачиваться на этом мы не ставим задачу соблюсти все анатомические пропорции этого цветка но вот третий лепесток мы уже начинаем пришивать как как должно быть то есть в том место где сошлись два этих лепесточка я пришиваю третий за вершиночку подхватили и точно так же как я пришивала вот начиная обхожу по краю подшиваю не по самому краю а примерно по одной треть от края подшиваю этот цветок причем подшиваю чтобы он не плоско лежал а чтобы видно было что он пришит то есть прохожу где-то не по самому самому краю а чуть чуть дальше и стараюсь так чтобы он не сильно плотно лежал чтобы все таки видно было что это ну как бы наложен цветок вот что в изнаночной стороне что в лицевой вот эти полоски они настолько мягкие настолько они эластичны что они просто вот скрывают все швы и даже если я их пытаюсь показать что у меня здесь есть шов они маскируются они объединяются так что и не поймешь где же это у нас все соединено поэтому четко показать форму цветочка не всегда получается закрепляюсь и перехожу на другую сторону на другой стороне мы поступаем абсолютно аналогично и пойду я со стороны опять же вершинки подцепляю вершинку подцепляю уже теперь дальнюю сторону цветочка и по вершинке прохожу подцепляю на расстоянии примерно 1 3 от цветка мелкими такими стежками накрываю и подшиваю прям вот сверху чтобы можно было все таки увидеть что это накладной цветок что он не полностью вывязан одним движением вот получился цветочек до самого края я не дохожу следующий этап это набить этот кармашек холофайбером холофайбер это такой замечательный наполнитель который невероятно упругий он держит форму можно по нему прыгать можно бросаться он возвращает форму в исходное положение и поэтому я внутрь вложила и теперь мне нужно соединить два нижних лепестка между собой просто чтобы закрыть вот я их просто беру и один к другому подтягиваю закрываем этот холофайбер внутри и дальше тем лепестком который у нас верхний мы закрываем вот эту конструкцию которая вот здесь вот осталась вот эту часть которая здесь осталась вот такой неопрятной чуть-чуть подгибаем лепесток с одной стороны чуть-чуть подгибаем лепесток с другой стороны формирую такой конус я закрываю этот это основание вот закрываю этим лепесточком точно так же как это я делаю вот я начинаю с вершинки потому что у меня ниточка здесь осталась прячу шов грубый внутрь подцепляю подложку и теперь вот над швом который у нас дает закрытие вязание я просто прохожу над ним и прицепляю его к подложке в нашей подушке просто как здесь подшито здесь остается сбоку небольшой такой переход где мы подогнули нижний лепесток внутрь и я этот вот дефект зашиваю тем что накладываю лепесток и получается у меня вот такая закрытая абсолютно закрытая ровная конструкция можно конечно было бы этот цветочек сделать не в момент пришивания а до этого как бы держа в руках соединяя там каким то образом его формируя сначала шить потом пришить ну вот я делаю таким способом кому то может быть он не понравится кто то может скажет что это примитивно и не научно как некоторые называют но он есть я им пользуюсь и я могу им поделиться может быть кому то этот способ тоже понравится из-за его скорости потому что для подушки он идеально идеально подходит с этой стороны я точно так же прошиваю формирую формирую боковой шов такой аккуратный все что у меня некрасивое я все прячу внутрь применяя потайные швы прошиваю сверху причем плохим однотонные нитки что на них ничего не видно но чем они хороши опять же тем что на них ничего не видно чтобы я тут не нашила все будет не видно потому что все будет аккуратно спрятано внутрь осталось только закрепиться на подушечки и все тюльпанчик готов теперь здесь остается только уже пришить сам стебель все тюльпан готов выложу нитку в середину чтобы спрятать и все тюльпан готов после того как цветочки сформированы и пришиты нужно уже приступать к тому чтобы посадить их на стебелек и стебелек у нас связан в виде длинного жгута этот жгут и будет у нас являться такой ножкой к которой мы будем его прикреплять у него у этого жгутика достаточно хорошая пяточка и я его пришиваю к основанию цветка пришиваю так чтобы не было видно место вот этого пришивания как бы простюль в несколько раз в направлении в направлении туда где будет у меня лежать этот лепесток и дальше просто по этому стеблю я прохожу и пришиваю вот здесь если внимательно присмотреться то видно что это как раз эти три петли вот они если их прогладить то получится вот такая полоска но мы по этой полоске пройдемся и пришьем лепесток и после того как мы пройдемся эта полосочка закроется и цветок и ножка станет опять такой вот похожий на шнур вот я прохожу подшиваю и она следом за мной как бы закрывается как на молнии стебель у нас будет выходить примерно вот так я его закреплю чтобы не ошибиться вот этого стебля должно хватить на три цветочка это мы все сделаем теперь остается обработать листья листья которые у нас точно так же сюда входят в комплект вот с листиками можно поступить очень по-разному их можно отпарить их можно не отпаривая пришить по одной стороне потом расправить пришить по другой стороне то есть вариантов может быть множество мы сделаем мы не будем отпаривать мы сделаем так как это происходит в природе то есть вот стебель идет из стебля точнее лист идет из листа выглядывает стебель вот например один вот так положим второй точнее листик точно так же и третий листик аналогично причем можно сделать так чтобы листики например находили на цветочки закрывали как-то вот так как они не обязательно должны плоско лежать вот один мы сделаем чтобы он у нас вот так начнем с именно с того листа который таким образом у нас лежит берем лепесток и по одному из краев я его начинаю просто подшивать просто прохожу вдоль лепестка по одному из краешков точно так же как обычно вперед-назад и колкой листик стараюсь не деформировать не растягивать не наоборот не сжимать потому что он должен все таки быть у нас таким достаточно упругим и прямым то есть он не должен мешочком быть поэтому я его не сжимаю и в то же время не растягиваю чтобы он не тянул у меня на ткань вот мы так вот это делаем и какой-то момент я понимаю что мне уже надо его положить на цветок но мне совсем не хочется чтобы он у меня изгибался вот так по форме цветка я хочу чтобы он у меня лежал вот так и поэтому я беру и часть пути прохожу по самому цветку после того как у меня я уже попала на там где у меня цветок соприкасается с тюльпаном я вот это все беру и прохожу по этой стороне вот я прохожу по этой стороне и закрепляю цветочек чтобы он не держался на тюльпане все таки потом прохожу в обратную сторону стараюсь цветок уже перевернуть лепесток перевернуть потому что он у меня с одной стороны уже пришился я переворачиваю и вот так в эту сторону и начинаю пришивать уже по этой стороне закрепляю и в то же время показываю ему как он у меня должен лежать вот я прохожу уже по лепестку все цветочка у меня лежит кстати вот кончики тюльпанов листьев тюльпанов я обработала лаком на самом деле вот в этом случае может быть этого делать не стоило потому что здесь получилась достаточно такая жесткая конструкция она может царапать поэтому кончики можно было бы аккуратно взять и зашить цветной ниткой для того чтобы вот так как на них нитка уже была ну, своя я ее обрезала можно было ее оставить и использовать для того чтобы зашить эту кончик то есть вот на таких острых уголках которые и должны быть острыми может быть не стоит делать вот такие вещи закрывать их лаком потому что они становятся очень острыми дальше выходим на то место где мы будем соприкасать лепесток с дальше выходим на то место где мы будем соприкасать наш лепесток уже обратно с подушкой вот это вот это место примерно и я прохожу опять же по краешку расправляю лепесток расправляю он у меня должен быть вот такой плоский остренький я его натягиваю и расправляю чтобы он у меня принял такую конусовидную форму просто через край это будет не видно зеленые нитки зеленый лепесток будет не видно закрепляю и прячу ниточку внутрь подушку следующий лепесток он должен быть повернуть так чтобы чуть-чуть закрывал этот лепесток который у нас был первым по конструкции он так сделан чтобы все время следующие лепестки они закрывали предыдущие по одной стороне у меня будет закрывать этот лепесток этот стебелечек по другой стороне он должен у меня находить на предыдущий цветок поэтому я сейчас прохожу по контуру как как он у меня должен вот идти если он у меня попадет на сиреневый цветок вот он тоже у меня попадет таким же образом точно таким же образом я дважды прошиваю вот так вот ну вот так вот Поэтому сильные изгибы им давать не стоит, а вот придать направленность такую к полёт – это самое для тюльпана то. Вот я дохожу, и дальше уже надо, наверное, пускать по воздуху, потому что иначе получится, что он будет очень плоско лежать. Вот я его запускаю по стеблю уже, дохожу до того места, где он у меня соприкасается, и подшиваю уже по самому цветочку здесь. Здесь опять получился такой очень лаковый кончик, я его обрежу и вот эти петельки подхвачу на иголку, потому что получается не очень хорошо. Вот я его пришила, подтягиваю и дальше уже нужно его повернуть к себе, развернуть, чтобы можно было сделать уже закрытым, закрыть этот лепесток, разворачиваю и идём в обратную сторону. пришиваю к тюльпану, к головке тюльпана, чтобы он у меня закрылся. И дальше иду уже в обратную сторону до тех пор, пока он у меня не должен соприкоснуться с подложкой подушки. Вот где-то в этом месте он у меня должен соприкоснуться. Всё, после этого просто иду поправил, расправляю лепесток, делаю его таким вот, причём натягиваю, чтобы он у меня закрыл вот этот стебель от предыдущего тюльпана. на самом деле это не обязательно, но он просто будет красивее смотреться. Если вам кажется, что нужно что-то ещё сделать, то, например, можно сделать миленькие цветочки мимозы. Если у нас, например, это какой-то на 8 марта букетик, можно сделать сюда мимозу, можно сделать цветочки яблонь, если это у нас какой-то композиции, например, к 9 мая, либо ещё как-то вот в этом ключе. Вот, например, у меня есть цветочки, связанные в виде цветов яблоньки. Можно, например, цветами яблони. Но мне кажется, что яблонь здесь уже будет избыточной. Несколько шариков мимозы вполне можно попробовать. Для того, чтобы сделать мимозу, берём матушечку, вот такую матушечку, я её обматываю и несколько раз простёгиваю в середине. После того, как её простёгали, она превращается в такой маленький помпончик и её остаётся только в виде помпончика и пришить. На всякий случай ещё раз. Несколько раз так простёгиваю, чтобы он не развалился, чтобы он формочку держал. И теперь можно этими помпонами по полю накидать несколько таких помпонов сделать изображения мимозы. Вот сделаем с разных сторон, потому что в середине у нас будет всё-таки бисер, сделаем здесь вот. Всё, закрепляемся, выходим, вырезаем. Ну, в общем, вот таких вот матушечек можно сделать много и накидать все места, которые, кажется, что они требуют именно вот такого декора. После того, как закончен первоначальный декор, можно перейти к тому, что дополнить композицию бисером либо бусинками. Вот я набросала немножко бисера сюда и у меня получился такой вариант. На самом деле можно применять любые удобные вам бусинки либо бисер. Мне показалось, что вот у меня стеклянный бисер есть чешский, голубой с жёлтым отливом. Он всегда очень хорошо подойдёт, он здесь будет более-менее весело смотреться. Можно было жёлтый, но как бы жёлтым уже так будет перебор. Поэтому чёрный будет слишком мрачновато, белый, на мой взгляд, будет не то, не сё. И теперь мы начинаем пришивать этот бисер и для этого я использую мононить. Мононить у меня 0,12 миллиметра, но на самом деле для того, чтобы пришивать этот бисер можно было нить и потолще, потому что это очень толстые такие бусинки. мне кажется, что здесь совсем мелкие будут не очень хорошо. Поэтому вот я внедряюсь в подушку, закрепляю здесь, потому что мононить обладает невероятным скольжением, и закрепить её очень тяжело. Поэтому я прохожу несколько раз в одну сторону, в другую сторону, закрепляюсь. Узелки на неё не действуют, на неё действует многократное прохождение по одному и тому же месту и закрепление. Бусинки беру, надеваю бусинку, приставляю её к тому месту, где она должна быть и закрепляю. Я ещё раз вхожу в бусинку и нитку отпускаю. Всё, она легла. Дальше делаю прокол возле бусины, делаю несколько шагов по направлению к тому месту, где мне нужно. Надеваю следующую бусинку, опять её закрепляю. Я люблю бусинки продевать по два раза. В этом случае они держатся значительно лучше, чем если их один раз и двигаться дальше. Потому что в этом случае даже потянув за одну бусинку, мы не вытаскиваем нитку. Идёт очень сильное сопротивление и ничего не происходит. Если надевать нитку один раз и переходить к следующей, то случайно зацепившись за бусину, мы можем вытащить всю нитку. То есть она, может быть, и не порвётся, но достаточно некрасиво будет это выглядеть. Поэтому я использую вот такую нитку. Причём, так как у нас здесь не на пяльцах, то мне приходится ниточку поддерживать. Вот я ниточку поддерживаю. бусинку надела, и я вижу место, куда нужно пришить. Потому что нитка настолько прозрачная, что так вот её просто даже не разглядеть. Вот у меня с той стороны есть место, где бусинка. И я её тоже здесь вот пришьём. После того, как композиция создана, когда всё пришито, то стоит задача уже с подложки и перейти к следующему этапу уже формирования самой подушки. То есть до этого мы делали просто узор, декор на этой подушки. Теперь мы будем уже сшивать вверх-вниз, соединять их и набивать наполнителем. Вот, держалки уже сослужили свою слуху. Могли нам, чтобы были горизонтальные линии и вертикальные линии, в том состоянии, в котором мы их запланировали. И поэтому теперь мы просто начинаем выдёргивать ниточки. Для этого я круг где подрезаю, круг где буду тащить уже сразу. Пусть по одной нитке не выщипнула. Сейчас сделаем то, чтобы можно было их оптом. всё. Теперь нужно по по контуру, который у нас здесь изначально был наведён, и за пределы которой мы не выходили ни в вышивке, ни в объёмной аппликации. Теперь сюда нужно пришить. Эта полосочка, она примерно имеет длины окружности этой подушки. специально это просчитывалось так, и поэтому она должна совпадать. Вот, если она не ляжет, мы её чуть-чуть присоберём. Сейчас пока я её чуть-чуть, чуть-чуть не натягиваю, не присбориваю, но и не натягиваю. Я буду пришивать розовой ниточкой, но сначала я зашью вот здесь полоску, потому что она мне уже не мешала, не отвлекала. Полосочку буду зашивать очень просто. Вот там, совмещаю синие в синим, розовое с розовым, и швом вперёд-назад я это всё зашиваю. В общем, зашивать надо прочно, чтобы не было видно, какой ниткой зашили. То есть, если зашить очень-очень плотно, то будет непонятно, какой ниткой зашили, и даже при большой нагрузке этот шов не разойдётся. Прохожусь в одну сторону, в другую сторону, максимально выкрепляю. Дальше берём розовую нитку, будем ею сшивать. Большую нитку лучше ещё раз вставим, потому что с большой ниткой он очень удобно работает. И теперь я иду по самому краю, прошиваю вперёд-назад иголкой так, чтобы попасть в белую намётку, которая была у меня ориентиром для ограничения круга. И иду аккуратненько пришиваю так, чтобы кайма, которая у нас образовалась при открытии-закрытии петель, вот эта кайма, она совпадала с белой намёткой. Я её накладываю и аккуратно пришиваю. Пришиваю аккуратно, но плотно. Потому что если сделать это не плотно, то при набивке подушки будут видны нити сшивания, и это не очень красивое такое зрелище получается. После того, как подшита боковушка, и она у нас является вот такой ограничительной полосочкой между голубым и розовым, надо пришить уже вторую часть, которая будет у нас розовая, и это как бы донышко подушки, которая без узора. Здесь сложность есть в том, что рисунок получился объёмным, и поэтому наложить гладко-ровно не получится. И поэтому ориентируемся на своё мироощущение, и точно так же я беру, подкалываю, совмещаю вот эту нитку, которая намётка здесь идёт, по которой у нас круг промётан, совмещаю с верхним краем того, что у меня в полоске навязано, пришиваю, и таким образом прохожу по всему кругу, соединяю вот эти части, намётываю их, а потом буду пришивать. Тут никак не сделать, по-другому нет никаких таких вот рецептов, как это совместить, вот только на своё ощущение, только на то, как ляжет рука, потому что сверится, правильно ли я иду или нет. После того, как обшили по контуру и один край, и второй край, остался вот маленький кусочек незашитый, через который мы будем производить выворачивание. Выворачивать нужно аккуратно, и есть несколько способов, когда либо выворачивается край, который толстый, либо выворачивается край, который тонкий. Вот мне очень нравится выворачивать тонкий край, его проще выпихнуть в это маленькое отверстие, и вот я так и сделала. И теперь остаётся эту подушку просто набить тем, что есть под рукой, или тем, что закуплено специально для этого. У меня для этих целей закуплен подушка, я из этой подушки использую холопайбер, который присовываю туда внутрь. Холопайбер это замечательное изобретение, которое такими, видимо, это на производстве вот так вот скручивают, для того, чтобы дать ему упругость. И после того, как его расправляют, оно действительно невероятно упругое, это волокно. Ну вот как-то здесь встречаются такие волокна с химической завивкой нерасправленные, но в основном идёт вот такой наполнитель, уже достаточно весь распушённый. И когда его засовываешь внутрь, то он помогает подушке держать форму. В отличие от пировых, либо гречишных, либо опилочных, либо там, какие ещё бывают, из лузги, он не скатывается. То есть его можно стирать в машине, и он продолжает оставаться таким вот пышным, каким он и был. Вот теперь осталось зашить этот край и тесьмку соединительную. Для этого я тесьму иду около самого края, цепляю, и опять же, около нитки, которая у меня является ограничителем, тоже цепляю. И таким образом у меня вся изнанка, она уходит внутрь, потому что я её туда пальцем подправляю. То есть я не через края зашиваю, а как бы вот потайным швом заправляю туда всё, что у меня вот здесь вот не зашитым оказалось. Это очень быстрый способ подшивы, очень аккуратный. То есть сантиметр в одной стороне захватили, сантиметр в другой стороне захватили. Они между собой соединяются, нитки и левая сторона уходят внутрь, а здесь на поверхности остается чистенький, ровненький краешек. Ориентируюсь на намётку с одной стороны и на бортик, оставленный при закрывании нитей, с другой стороны. Вот остался один сантиметр. Заправляю туда и всё, остается чуть-чуть потянуть, затянуть. Смотрите, зашитый. Получилась подушка, похожая такая на толстый сэндвич. И чтобы придать ей форму подушки, я буду использовать приём, который применяется в... Раньше применялся, сейчас такие двери не делают. Двери, которые обивали дервантином, или сейчас, как вы сказали, искусственной кожей. Это способ, когда в серединку верха и в серединку низа вставлялась пуговичка, и они соединялись на тонкой нитке. Получается такой вот, как бы, пончик. Я буду делать сверху кнопочку зелёного цвета, а снизу я буду делать кнопочку красного цвета, чтобы как-то ожилить эту мрачную поверхность. И, чтобы это сделать, беру ниточку, накладываю в серединку полоскутик и начинаю его по диагонали зашивать. Две диагональные в эту сторону, потом две диагональные в эту сторону. Получился вот такой вот пуговичек. Я его ещё раз многократно зашиваю с разных сторон, чтобы сделать ровненькую, кругленькую, натянутую такую пуговичку. Вот пуговичка получилась. Сейчас я её просто закреплю и отложу. Переделаю краску. Накладываю наизнанку, потому как у меня вся подушка лицевой вязкой связана. И беру противоположные кончики, соединяю их, стягиваю, беру следующие противоположные кончики, стягиваю. И вот так по диагонали я соединяю противоположные концы и стягиваю максимально. И за счёт вот этого натяжения пуговичка вся будет выровнена и получится очень красивый, гладенький, абсолютно ровненький кружочек, который можно использовать именно для того, чтобы пришить в серединку. Ну, сам будет по себе украшением. Вот смотрим, где у нас середина. Вот то, что я вижу, середина здесь. Смотрим, где серединка здесь. Серединка примерно вот в этом месте. Вот я там приложила кружок. И здесь прикладываю кружок. Натягиваю на ту величину, которая мне нужна. В первый раз, когда это делаешь, то может не получиться. Поэтому здесь важно закрепиться, а потом дальше мы будем уже подтягивать ту длину до того размера, который нам нужно. Поэтому сейчас вот уже начинаем. Вот так вот втыкаю, вывожу. И начинаем уже утягивать, опять же, размер до того состояния, которое нам нужно. И подшиваем игрушку так, чтобы она со всех сторон равномерно впечаталась вот в подушку. Потому что если в одном месте прикрепить, то она как бы будет болтаться. Таким способом мы ее припечатываем уже намертво. Она будет сама являться как элемент этого декора. Здесь вот у меня видно, что нужно будет затянуть, потому что половочка не сильно держится. Смотрим, здесь ничего не торчит, здесь ничего не торчит. Вот такая получилась подушка. Примерно 4 часа нужно было на ее производство. Здесь остались вот нитки. Эти нитки сейчас я вытащу. Подушка получилась маленькая, декоративная, потому что на ней удобнее было показывать. А вы можете связать ту подушку того размера, который вам будет нужно. Технология ее производства будет абсолютно такая же. Как видите, связать и собрать эту подушку совсем не сложно. Было бы желание и время. Поэтому, если нравится, заходите на наш сайт, подписывайтесь на наши уроки. С вами были Светлана Амельян и Наталья Некрасова. А также посмотрите, какие еще можно сделать подушки в технике объемной аппликации.